В эфире программа «Человек в городе». В прошлом выпуске мы вели речь об экологии. Героиней нашей программы выступила Галина Кузьмина, которая более 30 лет борется в прямом смысле за чистый воздух и не только. Сейчас вас ждет продолжение, ведь в год экологии трудно уложить эту тему в одну программу. Плыл по пруду барабан, был барабан, бобром замечен. Жизнь бобра менять пора, так решил он в этот вечер. В самой природе заложены все пазлы для того, чтобы мир мог сохранить сам себя, если человек зачастую перед этим бессилен. Возможно, поэтому Галину Кузьмину так заинтересовал проект по переселению бобров. Эти животные способны сохранять водные ресурсы даже при сильной засухе во многих уголках планеты. «Заселить бобров и посмотреть за их биологией в таком развитии естественном, как происходило бы в историческом плане, как осваивались территории живыми организмами». Речь идет о переселении бобров в Кораблинский район, между деревнями Ухарские выселки и деревней Красный. Пока не решено, на какую из рек – Проню или Ухарку, которая в нее впадает. Экологи нашли там территорию, где раньше жили люди и развивалось сельское хозяйство. Теперь места заброшены, природа уже берет вверх. «И хотелось бы, чтобы это было не просто вот мы их туда расселили и там их оставили. Нет. Нам хотелось бы проводить постоянную такую работу, отслеживать, как они себя там будут вести, как они расстеляются, как они уживаются, допустим, с людьми, на каком удалении они должны быть от людей, от сельхозугодий, чтобы это не мешало». Возможно, к этим исследованиям может примкнуть и какой-то институт, взяв их за основу научной работы. Ведь в заборе, например, уже переселение бобров, и они как раз начинают мешать людям. Но вопрос о том, откуда будут переселены животные в Кораблинский район, пока открыт. Его нужно согласовать. В любом случае, плотины и запруды от работы грызунов уже скоро там появятся. Вот таким образом животные могут сами налаживать баланс в природе. Наблюдательные и опытные экологи могут им в этом помогать. Однако помимо своих основных проектов, таких как улучшение окружающей среды, в частности воздуха, у Центра общественно-экологической экспертизы, которым руководит Галина Кузьмина, параллельно возникает масса других вопросов, которые нужно решать в срочном порядке. Позвонили с полкова, там горит, отходы горят, да. Мы, значит, как-то сразу отреагировали, написали и в МЧС, и, вы знаете, заработало. Вот, не знаю, на то, что мы написали всего как бы одно обращение, вот это обращение, оно заработало. Обратились жители, сказав, что на их проблему уже неоднократно не обращали внимания. Они вызывали сами МЧС, а они не приезжают. И мы поэтому вот включились сразу. Я позвонила по горячей линии, ну, как руководитель организации. Потом я написала, сразу отправила факсом письмо, что вы примите меры. Приехали там, это было потушено, это потом было принято решение о том, что оказалась там целая свалка несанкционированная, что эту свалку надо вывозить. Галина Кузьмина говорит, что в этот раз вопрос был решен на удивление быстро. Иногда бывает, что в других структурах обращения рассматриваются по несколько лет. Но настойчивость и лидерские качества руководителя общественной организации дают ей силы не опускать руки. Иногда опускается вот от такого непонимания, когда возникает такая стена между официальными органами и нами. Хотя мы делаем одно и то же дело. Когда мы обращаемся, а получаем отписки, вместо того, чтобы привлекая внимание к этой проблеме, которая возникла, чтобы решать ее вместе. Как-никак дышим одним воздухом, вне зависимости от рода занятий, говорит Галина Олеговна. Значит, и проблема для всех одинаково важна. Это, к слову, о ее непосредственной деятельности, ведь команда Галины Кузьминой занимается промышленной экологией. Например, предлагая проекты предприятиям области для оптимизации выбросов вредных веществ, а также решая вопрос со свалками в регионе, в том числе промышленными. Приоритетные выстроить направление, то это, конечно, сначала воздух, вода и отходы. Потому что то, что касается отходов, можно сделать очень много организационно. С детства желания кардинально поменять мир у Галины Кузьминой не было. Однако активная жизненная позиция ей скорее передалась от папы и дедушки. Пока ее отец после фронта и автомобильного училища в составе подразделения служил на Дальнем Востоке, обеспечивая работу золотых приисков, дедушка, быв в те времена грамотным человеком, помогала рязанским соседям и родственникам решать их проблемы. Мы жили на улице Свободы, дом 75, у нас был свой дом деревянный, с большим садом. И он всем помогал писать, отправлял Сталину, получал от него, я очень сожалею, что он не сохранил эти письма, которые он писал, и именно ответ ему приходил за подписью Сталина. Ну, наверное, не сам он подписывал, наверное, оставили этот штампушечку. Но, во всяком случае, все эти обращения, которые он направлял, они решались положительно. С очередным письмом решилась и семейная проблема, что порадовала Галину Кузьмину. У моей бабушки с дедушкой по папиной линии, у них было пять детей, и один пропал без вести сын, одна дочь. Вот оставалось трое сыновей, и папу, как я сказала, отправили очень далеко, на Дальний Восток, и в Хабаровске он был. И он написал Сталину, что вот мне хотелось бы, чтобы сын был поближе. Ну, его удовлетворили просьбу и вот перевели в Тамбов. Так что неудивительно, что сейчас Галина Олеговна держит руку на пульсе и поддерживает контакты с Росприроднадзором, управлением МЧС, природоохранной прокуратурой, другими ведомствами и структурами, с правительством Рязанской области. И, конечно, верит в инициативу президента страны Владимира Путина, который отметил 2017 год как год экологии в России. По мнению Галины Кузьминой, прорыв в экологической сфере благодаря этому возможен, вплоть до реального улучшения качества воздуха и воды в стране. Ну, я бы сказала так. Возможно. Он труднодостижимый, но это реально. И мы обязаны это сделать. Обязаны. А раз обязаны, значит мы это сделаем. А пока можно сказать, что в нашем городе все-таки нет свежего воздуха. Так или иначе, параметры загрязнения по различным веществам превышены во всех районах. Однако есть свежая зона. И пока это только один вариант. Лес, луг, куда мы выезжаем, да, там воздух значительно лучше. И поэтому я всегда говорю, по возможности субботы с воскресеньем надо проводить в зонах отдыха, да. Уезжать туда, где большие лесные массивы, или это луга, или это поля и так далее. В лесу и у водоемов воздух действительно чистый. Так что даже озеленение Рязани уже улучшит ситуацию. А если к этому добавить улучшение очистных сооружений предприятий, то о многих заболеваниях рязанцы смогут забыть. Хотела привести пример рязанского нефтеперерабатывающей компании рязанской. Почему? Потому что у них выбросы-то баловые, то есть вот по количеству. Они самые большие. Но это не значит, что они и являются виновниками такой вот неблагоприятной ситуации. У них может выбросов, вот по которым у нас постоянно превышение в городе, например, по сероуглероду, они могут и не являться виновниками вот этого превышения. Поэтому я думаю, что предприятиям они должны быть заинтересованы в такой открытости для общественности в том, что они выбрасывают. Речь идет об открытости предприятий перед лицом общественности, чтобы сами рязанцы могли знать правду, а экологи смогли исправить ситуацию. Все просто. Добавить к этому помощь специалистам в сохранении зеленых зон и их приумножению, а также высадку газонной травы, ведь именно она, по мнению Галины Кузьминой, может поглотить огромное количество именно тех вредных веществ, которые выбрасывают автомобили. И тогда рязанцы, возвращаясь с отдыха из других городов, смогут почувствовать, что дома дышится свободно. В следующей программе «Человек в городе» мы окажемся в мультике. Нина Абрамова – руководитель творческого отдела. В ее команде – аниматоры, художники. Все они работают над созданием мультипликационных фильмов, и чаще всего это анимированные обучающие пособия для детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова